Одной из важнейших целей исламского законодательства является объединение сердец, любовь и братство между мусульманами. Поэтому Аллах установил во многих поклонениях объединение. Одним из таких поклонений является праздничная молитва, поскольку пророк, салаллау алиясыльма, велел всем выходить для принятия участия в этой молитве и даже женщинам, находящихся в период месячных. Говоря им, пусть примут участие в благих начинаниях и присутствуют при обращении с мольбой к Аллаху. Для этого великого события рекомендуется искупаться, украшаться, наряжаться. В праздник разговения рекомендуется перекусить несколькими финиками перед отправлением на молитву, ведь пророк, салаллау алиясыльма, в день разговения не выходил до тех пор, пока не съедал несколько фиников. Время для праздничной молитвы начинается с подъема солнца на расстояние копья и длится до того момента, когда солнце будет отклоняться от зенита. Рекомендуется совершать ее за пределами города в специально отведенных местах, а не в мечетях. Если же это не представляется возможным, либо же отправляться туда тяжело, то нет проблем в совершении молитвы в мечети. Не является желательным произнесение азана, либо же ихамы для праздничной молитвы. В праздник разговения и жертвоприношения пророк, салаллау алиясыльма, отправлялся в специально отведенное для этого место. Начинать обряд следует именно с молитвы. Молитва состоит из двух ракатов. В первом ракате следует произносить шесть такбиров после вступительного такбира али-храм и дуа али-стивтах до чтения Фатихи. Во втором ракате пять такбиров после такбира, произносимого при переходе между ракатами. Между такбирами следует произвеличивать, восхвалять и прославлять Аллаха. Рекомендуется читать в этих двух ракатах суры Аль-А'ля и Аль-Гашия и суры Каф и Аль-Камар. После молитвы имам должен произнести две проповеди, как пятницу, и желательно молящимся присутствовать на этой проповеди. Молящимся рекомендуется отправляться вместо молитвы пораньше пешком, а возвращаться домой желательно по иному пути. Тому, кто пропустил праздничную молитву, желательно возместить ее в таком же виде. Важно помнить, что настоящая радость праздника возможна только через повиновение Всевышнему о исполнении всех его предписаний и указаний.